Привет, привет, мои дорогие! Сегодня 3 июня, и у нас опять лето. Вот такой солнечный денёк, классный, шикарный сегодня. Холодные дни прошли, дует, правда, чуть-чуть такой ветерочек, но всё равно, всё равно здорово. Вот, ах, какое солнышко светит, классное! Вот здесь, на Аляске, такого нет, что сегодня холодно, завтра тепло. Как-то вот оно идёт чередой. Череда холодных дней сменяется чередой тёплых дней. Тёплых дней меньше, хотя... Но, тем не менее, какая бы ни была температура днём, вот даже сейчас идут дни 16, 18, 19 градусов, больше 20 не бывает даже летом. Ночью, тем не менее, всё равно 8-10 градусов. Вот сейчас так тепло, хорошо, к вечеру становится ещё теплее, но ночью всё равно холодно. Я такое устроила, я подпростыла, вчера чувствовала себя плохо, и даже у меня была температурка, и я чувствовала её. Но... И легла спать, и меня так стало морозить. Я просыпалась раз 10, проснусь, а подняться не могу. Под одеяло с головой заберусь. В общем, промучилась ужасно. Встала, повключала все печки, все вот эти... Достала даже батарею электрическую у меня. Всё повключала. Потом выхожу на балкон, смотрю, у меня на балкон дверь нараспашку открыта. Это вот так я легла спать. Забыла закрыть балконную дверь. Вчера, потому что уже с вечера было вот так же тепло и хорошо. И вот я выходила на балкон и не закрыла дверь. И вот так вот спала. Ночью, конечно, 8-10 градусов. Выморозила всю квартиру, и всё, что у меня работало отоплением, получается, отопило улицу. Время обеда. И вот хочу вам показать свою вчерашнюю селёдку под шубой. Она пропиталась, майонез пропитался свеклой. И вот получился такой красный-красный красивый. И кусочек у меня остался с яблочком. И сегодня я хочу просто посравнивать. Если мне удастся, если получится, я хочу сравнить без яблочка и с яблочком. Вчера я уже пробовала, мне очень-очень-очень-очень понравилось с яблочком. Но вот сегодня попробую ещё, попытаюсь сравнить. Вот такой вот у меня. Прямо сбоку, красивый весь. Весь пропитался майонезиком. Просто-просто-просто прелесть. Итак, вот он мой сегодняшний обед. Два кусочка салата, селёдки под шубой, кусочек хлеба с майонезом и горчичкой, и со шпротами я хочу. Очень люблю такой бутербродик. Вот, и сейчас, не знаю, как по лицу определить, какой салат вкуснее. Ну вот, с яблочком я уже пробовала его. Очень вкусно яблочко чувствуется. Оно придаёт действительно что-то такое. Вот, и теперь попробую кусочек без яблока. Увижу ли я разницу. Ну, тоже очень вкусно, конечно. Очень вкусно, конечно, и без яблочка. Как, впрочем, всю жизнь я и делала его такой. В общем, скажу я вам так. Если у вас дома есть кислое яблочко, такое сладко-кислое яблочко, то смело добавляйте его в салат селёдка под шубой. А если у вас такого яблочка дома не оказалось, то вообще не парьтесь. Делайте без него. В принципе, всё то же самое. Вот так вот я скажу. Я в гараже, друзья мои. Поскольку наступили тёплые деньки, решила проверить, что у меня с моим велосипедом. Вот я его достала. И шины совершенно вот спущенные. Первое-наперво я сейчас попробую их просто подкачать. Может быть, они просто сдулись. Если нет, тогда надо будет менять покрышки. Насос у меня где-то был. Здесь вот в моих волшебных ящичках. Сейчас я попробую его найти. Вот такой нашёлся старый насос. Здесь вот так ножки я отодвигаю. Там я его приладила к колесу. Не знаю, плотно, не плотно держится. Сейчас попробую, что у меня получится. Думать только. И даже накачала я его, вы не поверите. Вот такое сейчас плотнющее, упругое. Вот. Ай! Оп! Я помню, надо было вот так, слюной. Здесь. Но у меня есть ещё и колпачок. Колпачок я закручу. И так, одно колесо готово. Неужели я смогу ездить? Теперь то же самое я пытаюсь проделать со вторым колесом. Так. Давно уже надо было мне сходить в гараж. И проделать это. А я всё думала про колотые шины. Надо их, наверное, менять. А кто же мне сказал? Беверли. Беверли приходила, я ей говорю. Вот велосипед. Она говорит, а ты попробуй просто накачать. Говорю, везти. Надо куда-то ремонтировать. Вот, пожалуйста. Она была права. Ой, сколько здесь комаров. Вот где комары как раз водятся. Это в гараже. Вот и всё. Принимайте работу. Вот так вот получился мой велосипед. С накачанными шинами. Итак. Гонки по гаражу. Фух. Фух. Ай, как тормозится. Фух. Фух, вот он вверх был. Блин. Фух. Вот он вперёд едет, а тормозится и не тормозится. Как его надо назад? А вот посмотрите, что делает назад. Да что такое у меня? Я вот так разгоню где-нибудь на дороге. А, у меня же вот он, ручной тормоз, вот дурочка. Вот он, не знаю, видно, нет. Вот здесь на руле у меня, я забыла уже совсем, ручной тормоз. Сейчас я променю. У-у-у! Опа! Классно. Тут у меня, в этом велосипеде ещё и несколько скоростей переключения. пятая, четвертая, третья вот у меня стоит на самой последней на пятой сейчас скорости вот пока дверь гаража открылась покажу вам какой он чистенький весь я его помыла, весь я его протерла, вот еще раз здесь на руле переключение скоростей, вот здесь их 5 скоростей вот это я не знаю что такое вот это вот ручка тормоз сейчас гулять, там отдельное у меня видео будет с прогулки иду, слышу, рев такой мяу, 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 мяу и голос похож на LG думаю, ну что такое, где она LG, вы представляете, я ушла балда, закрыла дверь на балкон а она осталась там у меня вон она, моя бедная, прости LG прости меня, ты бедная моя, господи, ну сколько же ты там сидела, дитишка ну ты прости меня ну не заметила, я тебя закрыла на балконе, да скажи, что за ерунда, да, LG LG-ча Сквика вот так улеглась я включила печку вот эту электрическую достала и они теперь обе LG вот в той подстилочке а Сквика вот на этой подставке очень любят лежать около этой печки она у меня сейчас дома тепло очень на единичке на маленьком совсем огне и вот вот она лежит балдеет просто, да, Сквика Сквик вот она она разные позы принимает так полежала сяк полежала Сквика вот принцесса какая вот теперь она так легла теперь она вот так вот развалилась ноги вытянула руки вытянула а голову сложила на эту свою подстилку уже не знает как лечь она Кикишка Сквик каждый раз она меняет позы одна поза смешнее чем другая у нее получается начинала я сегодняшнее видео со двора и заканчивать тоже буду двором вот сейчас вышло времени просто 10.30 и вот оно солнце еще сколько недели две, наверное, назад я снимала тоже двор по часам и по-моему в 10.30 уже вот так солнца не было и птицы поют не знаю, слышно или нет курлыкают так здорово такая тишина такое умиротворение времени, кстати, ровно 11 часов вот солнце уже за крышами но еще не село потому что вон на соседних домах оно еще отсвечивает вот здесь видите еще лучи такие время 12 часов кое-где зажглись фонари но они еще не нужны конечно потому что вот показываю вам какое небо я хотела спать лечь пораньше и каждый день я хочу лечь спать пораньше но вы сами видите как можно лечь спать когда вот такая светлые на улице вот у нас только наверное питерцы привыкшие к белым ночам а все остальные мы не привыкшие поэтому мне все время кажется вот сейчас у меня сна не в одном глазу у меня такое ощущение что на улице 9 вечера вот ну попробую попробую пойти лечь сейчас спать спокойной ночи всех целую целую всех люблю всем пока 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 Продолжение следует...